Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ты готовился? Да я взял все подряд и там шарики оба обезьяны Они даже почти не замотаны Ну то есть компрессионный пакет Еще есть этот кисмой эс Комментируй Обезьян или кисмой эс Обезьян Я так и думала Ну что я могу еще выбрать? Я надевал что ты Ты сейчас сразу переодеться? Конечно Ты будешь снимать и переодеваешься? Нет, я просто прихорошилась 28 февраля Я переодеваюсь прямо на улице Под дождем Да Ну-ка позвони маме поздравим с чем а твоей маме конечно позвони вместе смысле еще видео вот все и 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 Я не помню, что скидывали, а я ещё не сохранялся нашёл на ёлке. Я не помню, что скидывали. Я не помню, что скидывали. Я не помню, что скидывали. Ура! Наденем. Сегодня по маршруту Дубровский, Волгоград, Икея. Это такой легкий реверанс в сторону нашего штурмана. Далее город Сальск, город Тихорецк, город Кропоткин и, наконец, город-герой Краснодар. Икея, Волгоград. Заехал. Закрыто до 10 часов, Олежка. Похожий гейт меняется. Похожий гейт меняется. В общем, сейчас поехал. Чё там делал? Ты третий раз. Лён, если ты по три раза один тот же вопрос будешь задавать, мы не даем сегодня на Краснодаре. Волгоград. Пардон. Волгоград. Мы начали движение по маршруту, который я уже отключил. Ну, конечно, что в Икея мы не будем зажать, так как Икея закрыта. Будет ещё полтора часа. И поэтому... А, кстати, нам мой отказ ещё заправить. С 321 километра. Вот я ездил уже. 3,2 километра. В общем, нам придётся ехать через рейс Волгоград. Потому что, я так понимаю, нормальной обездной дороги там нет. И для многих, кто путешествует на автомобиле, ну, в сторону моря, из России. И это большая проблема именно в Краснодаре из Волгоград. Потому что вот тут у них нет такой дороги прям вот конкретной. По крайней мере, мне не надо. Хотя, если здесь, я не знаю. Если честно, не знаю. Потому что даже на блогах обсуждается эта тема, как лучше. И предлагает ехать через какой-то баром. Я так и не понял. Почему ты не умеешь принимать благодарность, комплименты? Не научили. Где заправочная? Фиганина где заправочная? Я потерялся. А где газ у вас? Я потерялся. Я потерялся 10.5 км. Слышишь? Что ты делаешь? Почему мы не поехали? Почему мы не поехали так? Потому что я решил ехать через Санкт-Петербург У меня на Соке уже есть Что это делать? Я решил? Что это делать? Что это делать? Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы уже заезжали в Волгоград и выехали из Волгограда. То есть наша поездка по Волгограду составила 150 метров. Тут есть место одно при повороте с трассы на обездную дорогу. Где ты заезжаешь в Волгоград, ты уже из него и уезжаешь. То есть фактически мы сделали одно посещение Волгограда полное. Ну, если принимать внимание, границы населенного пункта. А если принимать внимание посещение Волгограда, то сходить на Волгоград и так далее. Там посетить какую-нибудь ППшку, то нас такого не будет. То есть мы в Волгоград посещать не будем. Хотя нам все равно придется ехать по улице Волгограда еще. То есть мы будем заезжать на него. В него и езжать еще раз. Потому что, ну, я когда ехал в октябре, я прям конкретно ехал через весь город. Заезжал еще в Ленку там, близко к всему. И даже пытался где-то в кафе потом пообедать, потому что был голодный. Там всякие кафешки и даже суденческие как-то попадались. Но я так и не заехал. В итоге погода у нас благоприятствует. В том плане, что хорошая примета выезжать в дождь. Что у нас и получилось. Вчера, кстати, у нас тоже был удачный день. Несмотря на то, что лунный календарь нам говорил о том, что пятый лунный день будет не очень удачный. На самом деле у нас был достаточно удачный был день. У нас практически никаких происшествий не было. По сравнению с моим вторым днем, когда я двигался, там чисто там встал и Башкирия. Это был висущий кошмар. Там ничего только не было. Я посмотрел третью часть нашего сериала. Я знаю, что там были все подключения, которые я испытал. Это было, конечно, эпично. Дорожный переезд. Вот видите, как по какой дороге приходится ехать. Когда едешь, вроде как должна быть федеральная какая-то трасса. Но по поводу выбора вообще маршрута. Я сегодня проснулся в 3 часа ночи. Или в 3 часа утра. Это было 3 часа утра самарского времени. То есть у нас до сих пор самарское время, да, установлено. И по местным это получается в 2 часа. Это не в московске. Потому что это вот происходит уже в московске, да? Ну, в момент самарского времени. Значит, 3 часа. И в течение, там, 2 часов минимум. 2 часов я мониторил. Мониторил ситуацию в интернете, как правильно поехать. Потому что существует там порядка 10 вариантов маршрутов. Как из Володограда доехать, как до Краснодара. Разные есть сменения по этому поводу. Да, советуют ехать через платные, да, по платной дороге, через трассу. Вон. В прошлый раз я, кстати, ехал по трассе дой, частично. И мне каким-то образом удалось, ну, в Яндексе у меня стоит настройка Яндекс-Навигаторе избегать платных дорог. И как-то Яндекс меня вывел, вывелся. Хотя я тоже там читал форумы, читал всякие заметки, блоги о том, вот, опять Володоград у нас, как вы видите. Опять заехал по городу. Дорога отрадительная. В общем, в прошлый раз я тоже мальчикурил. Волга выбирал маршрут именно вот конкретно здесь. Потому что отбор Волгограда, как правило, никаких особых сложностей, конструкторам нет. Потому что особо-то вариантов нет. А вот после Волгограда, да, начинается вариант. Потому что, как раз, Лазарский драй, он обширный. Множество, да, дорожное покрытие такое, сеточное. Так что тут можно выбирать бесплатные дороги. Если бесплатные, есть колхозные дороги. И в прошлый раз я прям ехал по каким-то колхозным дорогам. Прошу никого не бежать на слово «колхозное». Я, в смысле, имею в виду, что крестецкое место себе. В какой-то момент даже я вообще там съехал на какую-то такую дорогу, на которой асфальт, наверное, еще советских времен. И там были просто гигантские такие рытвины. Даже не ямы, а тракционные траншеи какие-то. Вот опять мы с Волгограда выходим. Второе посечение Волгограда. Вот мост, наверное, вот этот мост, да. Вот видишь, где-нибудь. Я помню, что мост проезжал. Не через Волгоград. Сейчас все туманом затянуто. Мы просто хотели издали снять вот эту родуную мать, которая с мечом там стоит. Существует, кстати... Ой, я что-то с темной темы скачу. Закончится, да, одну тему. Ну, в общем, я там по каким-то колхозным дорогам ехал и даже там вышел, там, консультировался с местным населением. И мне сказали, да не переживай, все нормально. Тут все так ездят, кто не хочет платить там за сбор, да, на трассе, на плавку. Ну, меня успокоили, сказали, продолжай движение, все нормально, там, выедешь, выборишь. Ну, дорога там чрезвычайно плохая. Так что, не знаю, на градочке, конечно, не критично, потому что тут подвеска такая довольно энергоемкая, и она вообще все глотает. Тем более сейчас, у меня сейчас стоит высокопрофильная резина, которая вообще не подходит сюда по штабному расписанию. Она 65, 195 на 65. Она вообще все глотает, даже рельсы. И вот. Теперь по поводу Мамаева Курукана, да, мы хотели... Мы хотели... Я хотел снять это издали. Почему я хочу приближаться близко к этой статуе? Потому что, ну, есть такая конспирологическая теория о том, что это, на самом деле, не Родина-Мать, а богиня смерти Гарри Юга. Потому что, если не плохо, сильно она походила. О, 19.67 газ. Отлично. 19.67, ребята. Мы заправились в 21.90 на въезде. А вот тут, оказывается, если ближе подъехать, в районе Городище, заправка 19.67. Ну, то есть, сложно угадать. Ну, мы не будем расстраиваться, что чуть-чуть переплодили, потому что нам хорошая заправка оказалась такая. Нас приветливо встретили. Рядом была циркушка, что мы посчитали добрым знаком и благословлением высших сил на наши дальнейшие поездки. Так что мы не будем переживать по поводу того, что там немножко в дельниках потеряли. Все нормально. Так вот, насчет Кали-Юги. Есть, да, такая теория, что это построено все как дань Кали-Юги, потому что в этом месте полегло несколько десятков тысяч людей, а может, даже сотен. Ну, в общем, там земля в буквальном смысле полита кровью. И если Кали-Юга существует, богиня Кали существует, я говорил, богиня Кали существует, и она бы спустилась бы на землю или поднялась на землю из нижних миров, то я думаю, куда бы она точно бы зашла, тогда она ломает бурган в Волгограде, потому что это место, где реально была убыкой, как кашина, куча белых воинов с обеих сторон, в воду интернациональной элите, которая снимала Борыши и Дешефт с этой войны. Ну, почтим память погибших с обеих сторон, мысленно пожелаем всем Вальхаллы и проедем мимо этого места, потому что место это вкусное и печальное. Именно посещать его я не хочу, но мысленно, повторюсь, да, я почту память погибших воина, во славу оружия. Опять езжаю в Волгоград, видите, опять черта города, уже третий раз, когда мы въехали, опять какой-то мосточек, ну, тут такая себе архитектура, местность пересеченная, складки местности, ну, такая уже южная архитектура такая, своеобразная такая, я бы даже сказал, может быть, кубанская, хотя это не Кубань. Ален, ты что-нибудь про архитектуру прокоррептируешь? У нас есть эксперт в архитектуре, да, который изучал архитектуру профессиональную, я тоже изучал, ребята, если вы не знаете, то я покончил европейскую школу дизайна и имею диплом дизайнера, так что, можно сказать, что я дипломированный специалист, но архитектуру я не изучал, только с новой архитектурой, Алена, она не просто изучала, она и преподает, правда, не архитектура, опять-таки, вот, ГАЗ-22 уже, ну, то есть, вот в районе городища, если поедете, в районе городища, балка казенная, балка казенная, вот в этом районе есть заправка с недорогим, меньше 20 рублей, газом, но вот так, по-моему, имейте в виду, вот уже 22.90, опять, спром, в общем-то, цена нестабильна, у нас, как правило, цена более-менее стабильная, он бьется на 5 копеек, здесь, вот видите, цена сильно разлится, то есть, это говорит о том, что все-таки, рынок, рынок здесь, конкурентный, то есть, нет моноболистов особых, это хорошо, но такие вещи люблю, но такие вещи люблю, так, в одном из фильмов, один из моих любимых фильмов, типа, «Груты и легавые», говорю, там, CC Capfel, по-моему, «Груты и легавые», не забыл, как что-то, блин, да что-то такое-то, какая-то странная, странная разъемка, непонятная, короче, там, типа, «Крутых легавых», хозяин гипермаркета, или супермаркета, говорил, «Мы за здоровую конкуренцию, ничто так не мотивирует, и не нравится настоящему предпринимателю, как здоровая конкуренция». Какой был там герой? Забавно. Не помню, как актера зовут, но тоже известный, британский актер. Странный зубы, зубы, зубы. Так, так. Миночка самолюбования, да, да. Как же без этого, это же самый дорогой и любимый человек в моей жизни сейчас на экране. Угу. Это отношения, которые никогда не разрушатся. Это тот человек, это личность, которая никогда тебе не предаст. Это мы будем верны друг другу и умрем один день со мной. Как сказки. Волгоград, Волгоград, мы едем по Волгограду изо всех сил своих. Вода такая себе. Уже, в принципе, мы поехали, да, подсветку у фанельки наверное сделали. Я такой первый раз видел, сейчас замерзайку синюю продают и вот ну или между ними галогеновые лампочки какие-то. И так подсветка красивая, синяя и видно издалека. Отличный, как называется? Отличная идея для всех продаванов замерзаяк зеленых, красных, синих. Берите на вооружение, ребята, Волгоград рулит. Так, что их будет? Мы двигаемся, да, мы по волшебному Волгограду. Мы радовались, что мы выехали в дождь, потому что это хорошая примета, но сейчас призываем все высшие силы, дождь уже можно заканчивать. Примета сблазь, тургромовержец, давай, разгони ключи, просим тебя. Даже ему диктуешь, что делать, боже мой, не только мне. Я просто Мюльнир, мы с ним друзья. Только что мы проехали храм Пахлавы Богородицы, оказывается, есть такой праздник. Пахлавы или Пахлавы Богородицы. Я первый раз слышу, я знаю Покрова, я знаю Благовещение, я знаю какие еще Богородицы у нас там есть, Покрова, Благовещение, что еще там, еще чего-то там, но похвалы Богородицы, или похвалы, похвалы, я такой, как раз слышу, насколько можно. Все, проехали, проехали, это странно. О, лента. Вот ее дни я моему вылету. Я был, странно, но она уже была справа. Это значит, что я не встречался в том же направлении, когда и осень не ехал в Омску. Ну, это значит, что, ребята, мы будем сейчас ехать здесь, в Волгоград. Город-герой, Волгоград. Мы полностью будем проезжать. Ну, куда, куда, подожди, ты, ну, что-то. И, че, 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 че. И значит, блин, все это у нас растянется, но потеряем время, потому что здесь куча, куча светофоров. Куча светофоров. Еще, не дай бог, пробки, но время уже полдесятого местного времени, но я думаю, что все уже не хотели на работу попасть, попасть. Полдесятого? Значит, мы попадаем в какие? Нет. Где-то? Десяти? Ну, как раз, если бы лучше с этого не доедем. Так, ребята, у нас тут небольшие технические проблемы со связью. Надо отрегулировать, мне кажется, это колесо подспустило, сейчас я поднакачаю колесо и вернусь к комментариям к видео. Один безломок. отрегулировать, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, а тут что-то перекрыто, блин. А мы пешком туда дойдем. Мы поедем туда пешком. Паркуемся. Ребята, мы находимся на Волгодонском канале. Вот тут вы видите группу шлюзов за деревьями. Это все охраняется, там он охранник, он военный какой-то. Мы боимся приближаться, потому что он вооружен. У него палка еще резиновая есть, R-73 называется. И он что-то там какие-то действия производит, на халитку пошел туда. Короче, мы опасаемся приближаться и пойдем сюда. Россия такая страна, что ли. Вода здесь чистая. Прозрачная. Шлюзи. Только что избежали ареста военной полиции, потому что пытались устроиться на охраняемый объект Министерства обороны, Волгодонский канал. Стратегическое вот сейчас. В общем, движемся мы. Покинули мы Волгоград. Уже и дачные, и пригородные мы покинули у Волгограда. Сейчас будет такая небольшая петелечка. Через сего Червленное мы проедем. Тут Челнадский ВДС-то есть, что ли. Что это такое? А Чебуринка, Чебуринка происходит на Брюхе. Капец. Ну ладно. Осторожный переезд. Будет еще мост через Зреку. А, через Канальчик. Через какой-то Канальчик будет у нас переезд. И мы уже поедем напрямую в Сальск. Сальск. По-моему, мост видно, да? Смотрел. Мост видно. Мост видно, впереди уже. Дорожка так себе. А как-то у нас полигатор будет. И вот. Говорят, что это оптимальный вариант. Ехать по этой дороге. Потому что это самая короткая дорога. И достаточно приемлемое покрытие. Но гранточка вообще справится с этими заданными качествами. И поэтому нам особо переживать чертно. Не более ширина у нас, как с мужчиной. На случай всякой мелких неровностей, чтобы получить комфортную поездку. Вот мост. Мост интересный, да? Такой арочно-дуговой. Какой-то. Однопролетный. Мост. Канальчик маленький. И там идет фиксация скорости. Камера висит на речку. Кайф. Семнадцать тонн. Волгодонск. Судоходный канал. Я через этот мост не ездил. А, ну правильно. Я в Сальц уже не ездил. Через Сальц. Код по каналу остался под нами. Мы его пересекли. Молодец. Шлюзы. Вон шлюзы там. Видно. Что это? Вы говорили. ГИБДД. Через 600 метров. Вы видите налево. Ребята. Мы едем. По дороге. Здесь села Черпленное. В сторону. Что-то скажу. Озелка Октябрьская. Дальше это будет Котельниково. Говорят, что до самого Котельникового. Вот какая плохая дорога. Вы видите. Вот. Паркетники. Они справляются. Вполне себе. Гранта тоже. Вполне себе справляются. Вновстречу. Доксерей проскочил. То есть. Для нас. Автомобили. Повышенной проходимости. Такая дорога. Я особо страшна. Ну. Остальные. Наверное. Могут выбрать этот маршрут. Не бояться. То есть. Вот. Смотрите. Для чего мы вообще-то снимаем наш влог. Вот. Автомобильного путешествия. Чтобы вы имели представление. Там. Какого качества дороги. И какие обстоятельства. Вашего путешествия. Будете встречать. Выбирая тот или иной маршрут. Ну. Вот. В данном случае. Видите. Вот такая дорога. Такси. Я скажу. Вдовольствие. Потому что трясет. Все. Болтает машина. Ну. Прям ям конкретных нету. Так что. Посмотрим. Что дальше будет. В общем. Дорога на Сальск. Вот она. Вот так вот. Выглядит. Вот. Ребят. Скорость сейчас. Я до 90 разогнался. Видите. Вайтики тоже здесь вполне ездят. Опс. Опс. Уже. 90 короче тяжеловато. Подвески. О. Дайота. Нашла. По-моему. Мы-то было камни. Выгодили. Корону. Нашла. Продячий замок. Казачек. 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 не будет я не знаю но здесь уже было не особо мельтинцы дотопали сюда шкауса в отдельной гвардии наверно крайняя дочка молодая когда немцы дошли надо посмотреть ну если да тут эстетический галерийский музей налево 3 км асс вот сюда нему асс 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 привет ребята в общем мы проехали Котельниково только что с него выехали райцентр такой типичный ничего особенного вот видите дорога уже немножко стала получше то есть как и было обещано что до Котельниково будет плохая дорога она реально плохая без выборин правда но вся как это как на лодочке как на катере едешь на грандочке качает не знаю там как у вас если у вас приспортированная тачка подвеска жесткая конечно вам очень неуютно будет на гранте на гранте очень хорошо ну как очень гранта хорошо справилась единственное что доставляло неприятности это у меня колеса не того размера стоят и периодически они колесные арки там особенно сзади зацеплялись при раскачивании вот ну дорога вот видите такая вот за все время нам встретились всего наверное 4 фуры то есть тут примерно 150 км мы проехали и ну поехали практически в одиночестве так что ну вот дорога становится получше ну и опять таки немножко покачивает но вроде обещано что дорога дальше будет хорошей что ее тут подделали мы едем смотрим можете увидеть какая дорога оценить визуально да и раскачивание можно будет по раскачиванию камеры и оценить так ну вот ребята отъехали мы от Котельникова буквально километров 5-6 и началась нормальная дорога прям неожиданно как и было обещано нам в интернете и средствам пользователям я сюда нарыл с утра и нарыл после Котельникова будет хорошей дорогой я на нул поблагодарю его за правду вот можете увидеться уже несколько километров мы проехали я думаю с этого камера включается как только убедился что это не локальный какой-то участок а это продолжительная дорога уже сделана ну вот район заканчивается какой-то граница района вот кажется чувствует темно и прыгнули вот смотрим в другой район в принципе дорога хуже стала на краю практически может чуть-чуть уже теперь будем надеяться что дальше до самого Саська будет все хорошо и не было таких товарищей и не было вторых уже стали товарищей здравы 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 и здравы и подписчики ну что же мы движемся к Саську все ближе и ближе проехали мы сейчас что мы проехали зимовники мы проехали уже и дорога стала почти идеальной ну полоска конечно но уже очень ровная не качает вокруг красивые зеленые луга вот можете видеть вот уже никакой зимы намека на зиму нет за бортом 15 градусов Цельсия то есть по сравнению там с Чехолинском где я был два дня назад где минус 21 градусов температура 36 градусов заставляет ну довольно сусто все душ нету тут народ моет автомобили на заправках или заправках на мойках самообслуживания вовсю газ здесь стоит 22 рубля я заправился до Сальска нам ехать еще по метров 80 ну в общем то все хорошо все нормально за дорога в принципе проезжая бедная через Сальску в третьем море если дальше будет хорошо идти хорошо про Митранск то можно сказать удовлетворительно по поводу выбора дороги ну не знаю может все-таки через Ростов больше ехать тут нет фур покрытие плохое если как бы вас не смущает в поличии фур на трассе и платная дорога вы можете через Ростов ехать еще такая ситуация в общем ну и я уже перешел на летнюю форму одежды так что будем считать что мы уже на юге